Если не Путин, то кошка. Вид сзади. Владимир Путин сегодня занялся изобразительным искусством и нарисовал котика. Заняться рисованием президент внезапно решил в школе номер 7 в Кургане, куда пришел, чтобы поздравить учеников с Днем Знаний. В кабинете информатики главу государства крайне заинтересовала интерактивная доска. Учительница рассказала, что на ней можно писать не только специальной ручкой, но и просто пальцем. Путин немедленно подошел к доске и нарисовал несколько странную фигуру. Это вам на память, сказал президент, повернувшись к ученикам и направился к выходу. Что это, спросил один из сидевших в классе школьников. Путин, находившийся уже в дверях, повернулся и сообщил с улыбкой. Это кошка. Вид сзади. Это не первый рисунок Владимира Путина, известный всему миру. Предыдущая работа называлась «Узор на заиндевевшем окне». Нарисовал он ее для благотворительного аукциона в помощь больным детям. И тогда картина в украинском стиле ушла с молотка за 37 миллионов рублей. Президентское творчество. Обсудим с гостем студии. С нами за столом Борис Суворов, психолог, директор психологического центра «Семь птиц». Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, давайте я вам сейчас буду просто по одной передавать картины, нарисованные для начала президентом нашей страны. А вы будете как-то комментировать, что это, собственно, на ваш психологический взгляд обозначает, кто бы мог сделать такую картину человека с каким характером, может быть, особенностями. Вы кошку узнали в этой картине? Узнали бы, если бы президент не сказал. Узнал бы, да. Ну, дело в том, что я буквально два слова скажу. Это, мне кажется, интересная информация имеет отношение непосредственно к этим рисункам. Дело в том, что существует такая вещь, как проективные рисуночные методики. Вот, это очень известный более полувека. Угу. Известный более полувека. Угу. Да, да, да. Так, так. У нас, да, всё хорошо, у нас были проблемы с микрофоном, мы решили их. Вот. Это более полувека существующее направление в психологии. Очень интересное и очень перспективное. Вот. И, в частности, существует такая проективная методика, которая так и называется рисунок несуществующего животного. Да. Да, когда испытуемого просят на чистом белом листе бумаги нарисовать некое придуманное животное. Вот. И на основании этого, ну, делают некоторые выводы. Ну, уже не томится. Давайте выводы, а то уже. Да. Вот. Ну, это не совсем то, конечно, потому что в данном случае существующее животное изображено, вот, а в частности кошка. Вот. И, но поскольку это всё равно, это проективно, в любом случае, это, конечно, проективная рисуночная методика, вот, но это, конечно, недостаточно материала, чтобы делать однозначный вывод. Ну, хорошо, давайте оговорки опустим, и вы всё-таки нам расскажете. Вот если бы это был не президент, и вы бы не знали, кто это нарисовал, а это был бы вот как раз ваш испытуемый, который нарисовал вот такой воображаемый животный. Да, по тому материалу, скажем так, который имеется, да, тут весьма ограничено в этом плане, можно, какие вещи предположительно, да, предположительно можно говорить, о чём. Вот. Ну, первое, что бросается в глаза, это, конечно, очень необычная поза, в которой изображено животное, да. В ракурс. В ракурс, да, 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 то есть вид сзади. Да, это, конечно, очень необычно, о чём это может говорить? Тут, возможно, ну, несколько интерпретаций. Ну, во-первых, это, можно думать о том, что это человек, который не склонен к контакту с людьми. Вот так вот. Да, да, то есть который не склонен, избегает этого, такой нелюдимый, да, замкнутый. Одинокий. Да, одинокий, да, и вообще, так сказать, не любит большие скопления людей, там, общества и так далее, вот, то есть. Вот, второе, о чём можно думать, это некие, ну, такие претензии на оригинальность, скажем так. На оригинальность, на такая, ну, вычурнусь, необычность, но именно к претензии. То есть, ну, человек, на самом деле, у него нет каких-то креативных способностей выдающихся, да. Но он понимает, что от него ждут всё это необычное, да. Да, но он хочет показать, что вот он способен, ну, продемонстрировать нечто необычное, так сказать, нестандартное, какой-то там оригинальный подход, в общем, что-то в этом духе. Вот, третье, о чём, что тоже бросается в глаза, это явное, ну, несоответствие пропорции и тоже вот этот ракурс, он может говорить о том, что человек, ну, если можно так выразиться, живёт в голове. То есть, он не очень в контакте со своей эмоциональной сферой, вот, и не очень в контакте со своим телом, со своими, так сказать, телесными потребностями, да. То есть, он такой, ну, больше, что называется, ну, в интеллекте, да, в голове, ну, это, вот. Ну, и ещё одна деталь, которая, безусловно, конечно, бросается в глаза, это хвост. Вот. И вот, ну, что, значит, в проективной методике несуществующей животной, там хвост может выполнять разные функции, в зависимости от того, как он нарисован. Но так, как он изображён здесь, здесь, конечно, ну, явно прослеживается некий фаллический символ. Вот. То есть, это не только мне показалось. Да, да. А вы можете показать нам? Да. Вот я вам ручку передам, потом верните. Да, да. Ну, вот, просто он явно, ну, вертикально, строго вертикально. Вот. И, ну, изображён в виде такой, ну, явно палки, что называется. То есть, он не мохнатый, не пушистый, не изливается, ничего. Поэтому, ну, это типично для, всё-таки, фаллического символа. Вот. И если испытуемый такой рисует на рисунке, то это характерно для людей, которые, ну, скажем так, не очень уверены в своей мужественности. Или не очень себя в этом плане ощущают, да, как-то, или у них, ну, сомнения какие-то. Ну, то есть, сексуально закомплексованные, да? Не обязательно сексуальные. Это не напрямую прямо вот так сексуальность, но с мужественностью тут стоит, ну, подозревать, скажем так, ну, некоторые проблемы. Хорошо. А можно я поспорю с вами? Я не психолог, но я некоторые отношения имею к рисованию. Насколько я знаю, люди, когда рисуют кошку, не умеющие рисовать, они всегда её рисуют со спины, просто потому, что морду кота нарисовать очень сложно. Позволь мне не согласиться с тобой. Я как человек, не умеющий рисовать, рисую обычно, тем не менее, кошку... Ну, нарисуй морду кота. Давай пока мы сейчас... Я сейчас нарисую, как бы я нарисовала кошку, да. Можно я сразу на это отвечу? Да, да, да. Дело в том, что, ну, в своё время у меня это была тема моей дипломной работы, вот... Кошки... Нет, да, да, вообще. Проективные рисуночные методики, да. У меня было много испытуемых. Вот, несколько десятков. И каждый испытуемый, каждый абсолютно, значит, мне говорилось, начиналось с того, что я не умею рисовать. Так. Вот. Так, дело в том, что как раз все эти методики построены на том, что все не умеют рисовать, но все не умеют по-разному. Это все умеют одинаково. Поэтому, например, эти методики, их нельзя давать профессиональным художникам. Потому что они знают, как правильно, и они выдают то, что, ну, кему их научили. Вот. А все остальные испытуемые, они все не умеют рисовать, но все не умеют по-разному. И на этом-то, собственно, и построено. Я сейчас вам дам следующую картину, о которой нам важно услышать несколько слов. А я пока нарисую кошку, пока вы расскажете нам про эту картину, и тогда я, видимо, имею шанс узнать что-то про себя. Вот. Угу. Спасибо. Тут нету ни животных, ни людей. К сожалению, это узоры на заиндевшем окне. По узорам можно что-то говорить о характере человека? Скажем так, довольно сложно, потому что, ну, это довольно абстрактный рисунок. Да, и поэтому тут, ну, так сказать, легко приписать то, чего тут нету, грубо говоря. Да, да. Вот. Единственное, что, ну, что тут интересно, это вот разделение вот этого окна на четыре части. Вот. То есть, это, ну, проведение неких границ, да. То есть, это, скажем так, внутри себя или внутри своей психики, да, у человека четко разделены сферы, да. То есть, вот, это сюда относится, это сюда, и он никогда, ну, не путает одно с другим, да. То есть, здесь вот... Министерство обороны, здесь здравоохранение, здесь образование. Да, да, да. Ну, скорее, я бы сказал, что здесь я себя веду так, а здесь вот так, а вот здесь вот так. И вот здесь я никогда себя не буду вести так, как там. Ну, вот. Это скорее про это. А, я еще не доризовала, поэтому еще один рисунок, пожалуйста. Это тоже, кстати, можно назвать кошкой. Да, да, с определенной точки зрения, да. Что вы скажете про этот рисунок? Тут, ну, тут, конечно, в отличие от предыдущих рисунков, тут, конечно, скажем так, сильная эмоциональная заряженность, я бы сказал. Вот, потому что первое, что бросается в глаза, это вот этот ярко-красный фон. Вот, и это, конечно, какие-то очень сильные эмоции. Вот, это, ну, либо гнев, либо агрессия какая-то, либо, ну, что-то, скорее всего, с этим связано. И он большую часть рисунка занимает. Вот, но сверху нарисованы такие милые зеленые деревца, которые призваны эту агрессию замаскировать. То есть она не настолько, так сказать, предъявлена, да, скажем так, в поведении, да. Ну, а внутри ее очень много. Вот, и... Ну, очень эмоционально заряжена. Ну, но тут я бы скорее думал, если говорить про эмоции, я бы скорее думал про страх. Потому что он, ну, по моему мнению, скажем так, он скорее убегает, чем атакует, да. И, ну, и такие большие глаза, это тоже свидетельство, скорее, страха. Потому что, когда человек хочет выразить страх, очень часто рисуют большие глаза, больше, чем обычно. Это была картина моего коллеги Дмитрия Казнина. Ну, а теперь, значит, последняя. У нас совсем мало времени, поэтому всю правду и быстро. Ну, первое, что бросается в глаза, это, конечно, размеры, да. То есть, по сравнению с листом бумаги, очень много места занимает. Вот. И это, ну, говорит о том, что человек как-то, ну, стремится, ну, занять больше, скажем, больше места в пространстве. Больше себя предъявить. То есть, Дима убегает, а я... Да, да, да. Вот. И, ну, больше к себе привлечь внимание, ну, в общем, как-то, так сказать, вот. Ну, и особенно это связано с тем, что именно крупные морды нарисованы животные. Да, к сожалению, время у нас поджимает. В общем-то, всё понятно. Так я не узнала о себе. Это была картина моей коллеги Лики Кремера. А с нами в студии был Борис Суворов, психолог, директор психологического центра «Семь птиц». Спасибо вам. До свидания.